Всем здорова! Этим видео я хочу начать с серии видео про игры серии Wolfenstein. Сегодня все поклонники шутеров знают об игре Wolfenstein The New Order, разработанной студией Machine Games и изданной компанией Bethesda. После выхода игра получила множество холебных отзывов от игроков и прессы. The New Order заметно отличается от предыдущих частей. Если в том же Return to Castle Wolfenstein делается упор на оккультизм и мистику во время действия 40-х годов, то Wolfenstein The New Order делал эту упор на фантастику во время действия 60-х годов, в которых миром правят нацисты. Также, в отличие от прошлых частей, в New Order был сделан упор на сюжет и личную драму главного героя, Биджея Блажковича. Большинству игроков игра понравилась, но были и те, кто был недоволен сменой курсов серии. Позже к New Order вышла DLC The Old Blood. Это был приквел к New Order, который по своему духу был близок к старым частям серии. В 2017 году вышло продолжение Wolfenstein The New Colossus. Игра также была тепло принятой прессой и игроками. Однако, некоторым не понравилось настроение повествования в новой части. Если The New Order представлял собой драму, то в New Colossus можно было встретить немало комедийных моментов. После выхода The New Colossus стали появляться робкие голоса олдфагов, мол, раньше было лучше. И говоря раньше, они имели в виду не The New Order. В 2019 году вышла Wolfenstein Youngblood. Это откровенно высирая не игра. Уж не знаю, какому гению пришло в голову сделать хит-пары в местном шутере от первого лица. Игра выглядит так, будто Дедам и Эджи Сити сказали сделать модную и молодежную игру. А на выходе получилось, ну, мы все и так знаем, что получилось. Кринжовая братания в лифте, убогая прокачка, это далеко не все проблемы Youngblood. В отличие от прошлой части серии, она представляла собой кооперативный шутер. Вместо неизменного биджея, мы должны были играть за его дочерей. Youngblood не была принята никем, ни игроками, ни прессой. Этот раз голоса олдфагов стали еще более громкими. И я очень надеюсь, что третья часть будет похожа на Colossus и New Order, а не на то, что нам выдала беседа в 2019 году. Ну что ж, давайте почувствуем себя настоящим олдом. И выясним, реально ли раньше было лучше, или это все приступы ностальгии по былым временам. Сегодня я собираюсь разобраться в этом на примере последней такой олдовой части, Wolfenstein 2009. Wolfenstein 2009 разрабатывала студия Raven Software на движке E-Tech 4. Вы можете знать студию Raven Software по таким играм, как Singularity и последним частям Call of Duty. Издавала игру компания Activision, куда же без них. Чем же отличается эта игра? В отличие от серии Machine Games, здесь, как в Return to Castle Wolfenstein, не делаются упор на личную драму Блажковича, а делаются упор на оккультизм. В отличие от того, как в New Order и The New Colossus делаются упор на фантастику. Итак, переходим к обзору. Игра начинается с красивейшего CGI ролика, в котором нам показывают несколько инквардитов недалеко от побережья Англии, которые готовят запуску ракеты. Солдаты сообщают своему генералу, что запуска остается 2 минуты. Но генерал уже мертвый, и на его месте стоит наш главный герой, Беджи Блажкович. Блажкович рассекречит по стекающей каплим крови с пальто генерала, и начинается погоня, в которой Блажкович, оказав бравской Рэмбо, выносит всех своих врагов. Его берут в круг, и уже готовятся убить. Вот здесь в кармане пальто генерала, он находит артефакт, который соприляет всех вокруг, спасает ему жизнь. Далее мы улетаем с линкора, и летим докладывать начальство о проделанной работе. На ковре у директора ОСО, управления секретных операций, Блажкович расспрашивает артефакты, которые только что спас ему жизнь. Помощнику выдавляют о том, что этот артефакт мало изучен, из-за того, что от него больше получали пизды, чем инфы. В давние времена он служил людям, состоявшим в тайной секте, которые поклонялись некому черному солнцу, но просуществовали они недолго, и в результате катаклизмы были стерты с лица земли. Но туристское общество, во главе с генералом Цетой, который нам предстоит еще встретиться в игре, хочется зародить затояную организацию, и входят в это только высокопоставленные нацисты. Также мы узнаем о том, что медальон питается энергией кристаллов, а сами кристаллы находятся только лишь в немецком городе Айзенштадт. Кстати, он реально существует, я про город. По счастливому сечению обстоятельств в этом городе находится ячейка сопротивления, называющая себя кружок крысау, во главе с королиной Бейкер. Туда-то мы и направляемся. Высаживаемся на вокзале города Айзенштадт. На самом вокзале нас ожидает Эрик Энгли, подручный Каролины Бейкер. Также мы узнаем, что в рядах сопротивления, возможно, завелся крот, потому что на вокзале, помимо сопротивления, нас также ожидали толпы нацистов. Выясняется, что на этом самом вокзале стоит поезд отдела экспериментального оружия, который генерал Цета поручил усиленно охранять. Пока мы отстреляемся от нациста с помощью пулемета, Энгли минирует поезд отдела экспериментального оружия. После взрыва взорванные бочки с неизвестным содержимым отключают гравитацию, что дает нам возможность пострелять нацистов в невесомости. Один из наших товарищей после взрыва поезда серьезно пострадал. Дальше мы двигаемся сами, пока другие оказывают ему помощь. Отстреляемся от нациста, выходим с вокзала, где встречаем агента и уезжаем в Айзенштадт на слет кружка крысау. Впервые попадаем в сам Айзенштадт. Сам Айзенштадт представляет из собой хаб-локацию в виде небольшого открытого мира этой игры. Здесь можно потратить золото, которое вы собираете на миссиях, поискать различные секреты и подстрелять в нацистов. При всем этом внешний вид города меняется в зависимости от прохождения игры. Появляются новые типы врагов и некоторые здания разрушаются. Через этот город мы переходим на другие миссии. Агент приводит нас в Каролине Беккер, который сообщает, что последний раз генерал-цета видели на раскопках. Куда мы и отправляемся. Уже прибыв на раскопки, мы выручаем товарища по имени Сергей Коблов. Он представляется участником Золотого Рассвета. Из слов Сергея мы узнаем, что нацисты пытали его и выведали информацию о нахождении тулийского медальона. Нам предстоит задача опередить фашистов и забрать тулийский медальон. Находим медальон буквально в паре комнат от Сергея. Забираем его и начинается катсцена, в которой Сергей хочет забрать медальон, но Блажкович оставляет его себе. Узнав на что способен этот медальон, мы получаем от козлого кристалла Накдзона. Это тот самый кристалл, который нам рассказывали еще в начале игры. И получаем первую по совместимости самую бесполезную способность. А именно хождение через стены в специально отведенных местах. Сама же сила переносится с возверений, отделяющие наш мир от мира черного солнца. Опять же через пару комнат мы находим второй кристалл Накдзона, который позволяет нам замедлять время. Сайд отметить, что такие кристаллы в игре 4 и каждый со своей силой. Но во всем по порядку. Так почему место называется раскопки, что здесь раскапывали собственно нацисты? Раскапывали этот портал в мир черного солнца, который был погребен много лет назад в результате катаклизма. Взбираем к чертям собачьим этот портал и уезжаем обратно в Вайзенштадт. После спасения Сергея Ковлова на раскопках, он приглашает нас посетить организацию Золотой Рассвет. Ну что ж, как-то невежливо отказываться, поэтому отправляемся туда. Уже на месте застаем Сергея, которого отчитывает создатель Золотого Рассвета Леонид Александров. Тут стоит сказать пару слов об этой организации. Она была основана 50 лет назад для борьбы с людьми, которые хотят нарушить баланс сил оккультными путями. В нашем случае это нацисты во главе с генералом Цетой. Александров просит нас держать стражейшие тайны дела Золотого Рассвета. Помощь им в одном деле. Втираемся в доверие к Золотому Рассвету и отправляемся в пивнуху к заселых агентам. На месте застаем драку обычного работяга и солдата Рейха. Работяга явно доминирует, но тут на помощь Рейховцу приходит миссный Билли Хэрингтон. Буквально одним ударом выносит работягу. Плашка ведь хочет мешаться, но тут нас оттягивает агент Золотого Рассвета. И дает задание съездить на ферму, но не отнюдь не для того, чтобы провести там незабываемые выходные с пивком и девочками, а выполнить задание. Со слов агента, Рейх проводит там темные делишки. И один из двух агентов, вернувшийся оттуда с кучей побоев, не смог ничего сообщить и умер. Ну что ж, здоровья погибшим. Уже на ферме расправляемся с солдатами Рейха, попутно собирая золото. Попадаем на секретную базу нацистов, спрятанную под амбаром, где строится железная дорога для переправки кристаллов на консервный завод. Эти же кристаллы и производят здесь, только они сильно уступают в качестве оригинальным кристаллам Нахдзона. Среди с повышением скорости роста наблюдаются дефекты структуры кристаллической решетки, и значительная часть кристаллов оказывается непригодной к использованию. Рейх удалось справиться с этой проблемой посредством выращивания большого количества кристаллов и определения наилучших с помощью блудшляхеров. Что это за блудшляхеры? Уродливые твари, напоминающие психбольных, на которых ставили множество жестоких экспериментов. Однако нюх на кристаллы у них превосходный, поэтому их и используют. Спускаясь вниз по пещерам, мы находим третий кристалл. Ревенс оф Террин, ну вы серьезно, что еще будет в этой пещере? Бургер Кинг, Киев Си, съемки клипа Моргенштерна. К слову, что о третьем кристалле. Отдает нам способный щит, который впитывает получаемый урон. При покачке также способны отражать снаряды обратно во всех врагов. И также испепелять врагов при подходе достаточно близкое расстояние. После изъятия кристаллов все барьеры спадают, и на волю попадают блудшляхеры, которые выносят всех без разбору. Списываем от них на поезде и попадаем снова в наш любимый Айзенштадт. После приезда в Айзенштадт, Каролина и Сарико Мэнгель снова просят нас помочь. Да-да, не удивляйте. Здесь после первых заданий, кому будут обращаться, как к ближайшему родственнику, трэблшутеру. И вы будете постоянно слышать. Блажка, сходи туда. Спаси наших агентов. Блажка, там наши повстанцы дерутся. Иди да помоги им. Ладно, это проблема многих игр. 2009 года, в принципе, нормально. Каролина сообщает о странном луче в небе. Что это за луч, нам предстоит выяснить. Вместе с отрядом сопротивления прорываемся к церкви, с которой бьет этот странный луч. По пути встречаем новый вид противника. Тяжелые пехотинцы, вооруженные фотонной пушкой. Расправиться же с таким бойцом неставляет особого труда. Ведь их броне обнаружена проблема с плечевой вентиляционной системой. Поэтому отстреливаем два отсека и выказывается батарея, которую мы успешно отстреливаем и полутаем фотонную пушку. Одно из самых сильных оружий в игре, которое превращает врагов в кашу из атомов. Используя медальон, а именно способность замедления, дожим бомбардировку, организованную местным сопротивлением. От этого же сопротивления узнаем о катакомбах, которые ведут прямиком в церковь через отель Шлоссе. Проникаем в церковь и лицезреем машину нацистов для выкачки энергии черного солнца. Ломаем мы ее и смотрим сцену, где Блажковича окружают нацисты. Но как и на подлодке, нас потусают потусторонние силы. Выжигая нацистов до костей, но один из них остается вжиг, превращается в родливого мертвеца. Их здесь зовут Инфернала. Расправляемся с ним и выдвигаемся снова к Золотому Рассвету. На явке Золотого Рассвета Александр говорит, что мы перевыполнили план, подрывав секретную базу на ферме Рейха. Александр говорит, что местная медсестра из госпиталя жаловала, что после захвата госпиталя нацистами, там начало происходить что-то странное. А что именно странное, нам и предстоит выяснить. Добравшись до госпиталя на ресепшене, мы наблюдаем одну из самых жестоких сцен в игре, где неведомая доселе невидимая хрень вырезает медсестер. Эпизод обещает быть очень страшным. В палате мы можем послушать разговор дух врачей, о том, что пациентов оживляют импланты. Многие из них просто-напросто сходят с ума. И вправду, проходив мимо палат, мы слышим крики о помощи пациентов и понимаем, что этот госпиталь скрывает множество тайн. Потихоньку проясняем ситуацию и убиваем первого из невидимых убийц. Спускаемся в подвал и знаем, что невидимый солдат делают из солдат сопротивления. Из-за того, что солдаты сопротивления имеют повышенные умственные и физические способности, но их не жалко. Тут же можно увидеть колбы с этими солдатами. Способности к невидимости они приобрели из-за превьюок на основе кристаллов Нахдзоны, а побочка от этих превьюок вызывает паранойю и шизофрению. В одной из комнат находим Тесла-пушку. Анимация у нее крутая, но не сказать, что очень часто ей пользовался. Вот казалось бы, что можно еще впихнуть в этот уровень, но у разработчиков видимо фетиш на многоэтажной локации, ведь еще ниже находится портал в мир Черного Солнца. Сейчас пару слов о том, как вообще работает портал этого Черного Солнца. Проходит, летящий мимо него, либо умирает, либо превращается в ужасное и уродливое создание, наподобие плутшляхеров, нюхачей. Но большинство из этих тварей и нацисты научились приручать. Но то, что улазит на этот раз из портала, вряд ли сможет приручить. Это же и является первым боссфайтом в игре. И сказать, что он очень сложный, просто байтим бонстра бежать на колонны, чтобы сломать портал. После того, как у нас это получится, портал обрушится и нас затянет в мир Черного Солнца. Он похож на наш мир, только с фильтром негатив. Также там обитают небольшие существа, в любви которых противников бьет током. Потом нас выбрасывают из портала, и мы получаем четвертый и финальный кристалл со способностью усиления выстрелов, который логично усиливает наши выстрелы и способно пробивать энергощиты, а также препятствия. У вас может возникнуть логичный вопрос, но ведь Блажкович прошел через портал и не стал чудовищем, да и не умер, только если внутри. Скорее всего, ответ кроется в том самом туристском медальоне, который у Блазка всегда с собой, поэтому он и не испепелился тогда в церкви. Вообще, миссия госпиталя является одной из самых стрёмных в этой игре. Нетущая атмосфера, орущая больные в палатах, невидимый охотник, вырезающий всех на нашем пути, а также говорящий что-то, пока мы не увидим его. Атмосфера напомнила Аутласт первый. После того, как мы покидаем госпиталь, нам сообщают, что за нашу голову назначена награда. За это мы получаем большее количество фрицев на улицах. Ну что ж, пришло время навестить кружок Крисао, который дает нам миссию на консервном заводе, на котором, как мы помним, нацисты отправляют много ресурсов. Еще Карельна благодарит нас за наши действия, ведь благодаря ним Крисао предсоединяется все больше и больше людей. Уже на самом консервном заводе, в начале миссии, слышим разговор двух нацистов о неком призраке в катакомбах. Призраком же оказывается сбежавший невидимый солдат, которого мы и убиваем. На этом уровне мы встречаем нового врага, огнеметчика. Как мы знаем из множества игр, их слабое место это баллон за спиной. Но чем мы шучат сами нацисты? Говорят, что солдаты сопротивления взрывают это чучело, и сразу с ним несколько нацистских солдат. Поскольку по большому счету консервный завод это исследовательский центр, то мы можем найти записи о первых прототипах фотонной пушки и изобретении тяжелых солдат. Тут же изучали призраков из мира черного солнца, встроили огромную фотонную пушку, способную истреблять все, что плохо стоит. Наконец, спускаясь в подвал, мы додоникаемся на человека, с которого началась паранормальщина в Вейденштадте, генерала Цету. Он тоже рад нас видеть, а мы пускаем пару приветственных пуль в его тушу, но пули отскакивают. Цета произносит фразу, что нельзя доверять своим глазам, и кому как не Блажковичу это знать, ведь он тоже может перемещаться в мир черного солнца. Пули не берут генерала Цету, ведь он утратил человеческий облако и превратился в настоящее чудовище, что мы можем наблюдать, если перейдем в мир черного солнца. С помощью амулета мы можем видеть его настоящий облик. Бой с ним еще проще, чем с первым боссом. После боя Блажкович понимает, что нужно дочистить все до конца, ведь на замену Цету из Берлина пришлют еще большую угрозу. Ну что ж, после наших действий на консервном заводе, а именно действий по умерщвлению генерала Цеты, немцы начинают мстить за него, бомбят район, где находится кружок Кресао. Поэтому мы по поручению Эрика Энгли и Каролины Беккер отправляемся в деловой центр города. Пробравшись в деловой центр города, мы уже встречаемся с Эриком Энгли, который сообщает нам, что Каролине заманили в ловушку и похитили нацисты при встрече с тайных магентом. Энгли просит помощи у нас, а мы не можем отказать. Поэтому отправляемся в следующую локацию, в замок. Ну что ж, прибываем в замок, избираем партизанами, мы штурмуем этот самый замок. Тут же мы встречаем новый тип врагов, засели невиданные нами, летающие вояки с ракетометами. Особенно бесячие из-за того, что крутят кульбиты прямо в воздухе. Из-за этого в них очень трудно попасть. Пробираясь по замку, мы, помимо криков Каролины, постоянно слышим рыв какого-то полустороннего чудовища. Пробираясь дальше, мы можем увидеть картину, как здоровенное чудовище выносит немецких солдат. Это же самое чудовище мы могли видеть в виде босс-файта на одной из локаций, но теперь они выявляются рядовыми противниками. Но для борьбы с такими ребятами, игра выдает нам Лейхенфаус 44. Это экспериментальное теневое оружие, стреляющее импульсом, концентрированное на энергии тени. Является самым мощным оружием в игре, поскольку убивает и солдат, и даже искаженных с одного выстрела. Пробираемся на самый верх башни, где слышим голос Каролины. Там мы встречаем Тотенкомфа, его поставили на замену генералу Сеты, и у него в заложниках Каролины. Кстати, можно ли это считать омажем на предыдущую часть, которая называлась Return to Castle Wolfenstein? И Тотенкомф именно из той части, и встречается именно в локации замок. Хм, ну ладно. Тут происходит небольшой замес, в результате которого Каролина ловит маслин. Бля, я маслину поймал! Ну и вследствие чего погибает. А после повреждения машины, по выкачу энергии Черного Солнца, туда вылазит паукообразное чудовище, босс с этой локации. Бой с ним проходит в две фазы. Первая, на башне, где с помощью зениток нужно разрушить четыре кокона на его спине, параллельно отстреливаясь от монстров, которых он призывает. И потом уже на мосту, где в финале мы выстреливаем в него несколько обоим из оружия, закладываем бомбу ему прямо на шею и отправляем отдыхать к праотцам. Уже будучи в городе, мы наблюдаем сцену запуска вышек, которые передают энергию теней, которые по желанию мы можем уничтожить. Самая большая вышка находится на радиостанции. До этого мы и двигаемся. Прибываем на радиостанцию и застаем большое количество солдатов-нацистов. Расправившись с ними, отправляемся в музей, где на нас нападают многочисленные толпы врагов, с чернокнижниками и тяжелыми пехотинцами. Со слов агента Крисау, нацисты используют эти вышки для подпитки оружия энергии черного солнца. Они строят огроменную пушку на Цепелине, которая способна одним выстрелом сносить города с лица земли. Это нацистская звезда смерти. К огромному лучу энергии в небе мы можем обнаружить, где находится финальная радиовышка, которая питает энергию черного солнца. Садимся на зенитку и выносим ее. Дальше по сюжету двигаемся к осадкам партизан. После срыва многочисленных план нацистов, они начали активно охотиться за ними. Санам сообщает, что Эрик Энгель, ставший лидером сопротивления после кончины Каролины, прячется на базе Золотого Рассвета. Наведавшись сюда, мы узнаем, что нацисты строят огроменную пушку на энергии черного солнца и о пропаже Александра. Сергей выдвигает теорию о том, что Александра в одиночку пошел уничтожать пушку, но так это или нет, мы узнаем чуть позже. Что ж, пришло время покончиться всем этим. Двигаемся на аэродром, где строится Цепелин. На пути в городе нам оказывается сопротивление танка. Гениальный план с грузовиком и поддельными документами от нашего соратника полностью и трагически проваливается, и мы словно в голливудском фильме тараним гаражи немцев. Но, к сожалению, теряем напарника, ведь прилипший к капоту нацист при таране расстрелял нашего напарника через лобовое стекло. На этом аэродроме проводится эксперимент по созданию элитной гвардии. Элитной же гвардии оказываются женщины в латексе, которые способны повелевать инферналами. Это какой-то феминистический рай, да и сами они очень плотные, хотя когда мы встречаем их на улицах города, разваливаются за 3-4 выстрела. Они также способны воскрешать мертвого. Из черного солнца нацисты научили делать ракеты, которые на 314% превосходят обычные, и все это для отгрузки на цепелин. И вот на аэродроме мы находим виновника торжества, сам цепелин. При входе мы встречаем торговца черного рынка, который предлагает закупиться в последний раз, намекая, что такой больше возможностей не представится. Проходим по цепелину, оставляя за собой что? Правильно, горы трупов. Находим зенитки и уничтожаем двигатели. Дальше идем на капитанский мостик, и видим пожилую крысу по имени Доктор Александров. Оказывается, это он подсказал, как вести раскопки, и сдал Каролину, и сказал, где появится Блажкович при его прибытии на вокзал Айзенштадта. Благодаря нему нацисты построили портал, подобно тому, что мы уже видели. Его ученики переводили манускрипты для Третьего Рейха, сами того не зная. Ну что ж, крыси, крысиная смерть. Александров получает пулю в голову, а Ганс черепом заходит в портал, переправляет туда и часть войска. Дальше, двигаясь по цепелину, мы находим записи о том, что нацисты хотели кинуть всех своих союзников после создания супероружия. Отправляемся за ними в портал, и попадаем в мир Черного Солнца. Встречаем тут нашего верзилу Ганса, но уже прокачанного, встроенным медальоном и костюмом, словно у нацистского Тони Старха. Также тут присутствует Тотенкомпф, загоняющий стандартную телегу про величие Рейха и так далее и тому подобного. Бой с Гансом один из самых сложных в игре. Бой на равных, ведь у него тоже есть медальон, такой же как и у нас. Только говорится, клин клином вышибает, поэтому лишаем его сначала способности щит. После попадаем на другую локацию, где решаем его замедление. А уже в финальной локации, один на один, мы решаем его способности усиления. После этого мы убегаем из мира Черного Солнца и попадаем на Цепелин, где воруем парашют у одного из работяг и прыгаем с Цепелина. После того, как мы приземляемся, видим падающий Цепелин на тот самый замок в Айзенштадте. Медальон Блажковича разваливается прямо у него в руках. В конце, когда Блажкович докладывает начальству о проделанной работе, нам делают толстый намек на то, что генерал Тотемков скорее всего выжил. Возможно, это было продолжением следующей части. Следующая часть от разработчиков Ревен Софтер так и не случилась, потому что произошел перезапуск серии и за работу сели Машин Геймс. Ну что ж, вот игра и считается пройденной. Время подвести итоги. Чувство смешанное, ведь для меня это игра детства. Вы знаете, это чувство из детства, когда купил диск на рынке, приходишь домой, открываешь его, чувствуешь запах китайского пластика, вставляешь диск в диск от и понимаешь, что тебя ждут незабываемые выходные, которых ты не будешь вылазить из-за компьютера. Но с другой стороны, проходя игру это сейчас, ты видишь сколько в ней недочетов. Не знаю, может мы зажрались современными ААА тайтлами? Начинает отсутствие в этой игре стелса, который по идее должен был тут быть, о чем говорят глушители на МП-40 и снайперскую винтовку. Недоделанный открытый мир, где события повторяются и враги снова респаунятся, стоит тебе зайти за угол. Непонятно, почему просто не сделать линейную игру без открытого мира или сделать хаб-локацию, как это будет в New Order и Colossus. Мне понравилось экзотическое оружие, которым реально интересно пользоваться, особенно в связке со способностями медальона. Враги все какие-то картонные, кроме инферналов, они живущие и их сложно убить. За этот момент, что тут еще есть сочная расчлененка, что мне всегда нравилось в этой серии, то есть игра не для грудничков. Сам сюжет просто как мир. У нас есть злые нацисты, которые максимально карикатурные и стереотипные. Однако тема с оккультизмом мне зашла, мне показалось, она какая-то новая. Это уже как фишка Вульфа, строить альтернативные вселенные, где все идет не так, как было бы на самом деле. Жаль, что ребятам из Raven Software не удалось все это как следует дотянуть. Видимо, им не хватило опыта или просто времени. В любом случае, игра получает от меня где-то 6,5 из 10. Всем спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в следующем обзоре. Субтитры сделал DimaTorzok